ПЕСНЯ Спасибо за просмотр! Декоративно-прикладного искусства. И как раз сегодня приуроченная к юбилею выставки Геннадия Орлова. Человека практически универсального, который не просто дизайнер, не просто проектировщик, не просто замечательный художник. Это очень самобытный художник. Таких за всю мою жизнь мне не удавалось встретить не раз. Причем первое, что отличает его, это такая огромнейшая скромность как человека и необычайное трудолюбие. Потому что если себе на минутку представить, что сидит мужчина, по одной ниточке красит, по одной ниточке укладывает. Это какой-то, мне кажется, просто каторжный труд. Однажды у нас была выставка из Северной Кореи, где маленькими ракушками, трехмиллиметровыми, разного цвета, был выложен портрет Джоконды. И они сказали, что два года уходит на подбор ракушек и два года на выклику картины. Мне кажется, что такое трудолюбие, оно может быть только у человека очень целеустремленного, который безумно любит свое дело, безумно любит творчество, искусство. И постоянно радует нас такими замечательными, удивительными и каждый раз новыми работами. Мне хотелось бы, чтобы первое слово сказал Рекс Аркисович Димирханов, который знает Геннадия уже много лет. И он первый же оставил свой автограф на доске почета. Рекс Аркисович, пожалуйста, вам слово. У меня речь очень коротенькая. 40-45 минуты. Тогда аудитория мечтает мне не дарить. Мои хорошие, мы нарушаем эрацию. У нас есть поздравления от... Нет? Есть. Нарушили субординацию, Рекс Аркисович. Уважаем ваши заслуги передотечественников. Дорогие мои, я с гордостью представляю вам замечательного сотоварища по творчеству. Его работы, вот то, о чем сказал Сергей Евгеньевич, невероятного трудолюбия и здорового. Фонтилизм такой высшего порядка. Его работы находятся в главном зале заседаний мэрии. Его работы находятся в культурно-историческом центре. Я не могу выносить эту аббревиатуру. Находятся великолепные бетермонты и любописные вещи. Музей бывшего филляра Ленина и так далее. Я горжусь многолетним с ним творческим сотрудством. Совершенно замечательно. И то, что сказано, подтверждаю. Это выражающее трудолюбие и фантастика. Вот сегодня я увидел его в массе других материалов. Спасибо. Здравствуйте, дорогие друзья. Я, конечно, не смогу сказать так, как Александр Кисич открыл эту выставку. Но я буду учиться, Александр Кисичич, обещаю. Дорогие друзья, хочется поздравить вас с открытием этой действительно замечательной выставки. Эта выставка не только удивительное событие для города Красноярска, но и всего Красноярского края. Геннадий Николаевич, он постоянно участник краевых, межрегиональных российских выставок и достойно представляет Красноярский край на всех их, где представлены его произведения. Поэтому позвольте от имени министра культуры Красноярского края вручить Оргене Николаевичу, члену Красноярской региональной организации Всероссийской творческой общественной организации Союз художников России за высокий профессионализм и личный вклад в развитие изобразительного искусства в Красноярском крае Благодарственное письмо Министерства культуры за подписью Елены Владимировны Красноярской. Спасибо. Я очень рада, что я здесь, потому что вот Геннадий Николаевич, я знаю столько, сколько вообще не живут. Потому что я помню его еще защиту дипломной работы. Это очень фантазийный художник. Фантазия художнику нужна. Но если эта фантазия еще и ложится на глубоко профессиональную основу, где этим занимается профессиональный художник, художник прекрасно знает, что он хочет, тогда эти фантазии воплощаются вот в то, что мы сейчас видим. И в отношении к материалу, и в отношении к образам, и в отношении к разным видам искусства. Потому что мы здесь видим декоративно-прикладное искусство, а здесь же мы видим живопись. У меня дома замечательный акварель с теми лошадями, которые уже говорили, что ученик любят этих лошадей. То есть художник очень разносторонний, интересный. И я думаю, что надо, чтобы о нем больше знали и больше писали, потому что он действительно очень скромен. Очень скромен. Самое главное, чтобы не подвело здоровье, Геннадий Николаевич, чтобы вот оно никогда уже больше не подводило. Одна из самых разнонаправленных секций в нашем союзе, в нашей организации, это, конечно же, секция декоративно-прикладного искусства. И Геннадий Николаевич, у меня один из таких самых ярких представителей. Хотел бы дать слово Ивану Николаевичу Кротову, председателю секции. Я сейчас сразу Геннадий Николаевичу сдам, потому что он мне как-то похвастался, а я прямо молодой, я не в курсе был, он сказал, что никакой я не член вашей секции, я вообще-то вступал в союз как монументалист. Единственный предстоятельный сырный художник. Ну нет, да, теперь вот приду к нам, причем большое спасибо, всегда отзывчивый, всегда легок на подъем, всегда есть что показать. У тебя вчера был день рождения, у тебя вчера юбилейный год был, и я хочу пожелать, вот я хочу пожелать в настоящий момент, ты вот в творчестве, да, состоялся в творчестве, чтобы и дальше в нем развивался. Я хочу пожелать тебе здоровья, в этом мы тебе поможем, постараемся поможем. И самое главное, чтобы у тебя в этой жизни все было хорошо. И еще хочу сказать, как бы ни было, но я тоже очень люблю твоих. Геннадий Николаевич, я хочу пожелать, дай Бог, дай Бог здоровья, человеку, который нас всех здесь, в общем-то, радует, радует видеть его и, ну... Геннадий Николаевич, опустит. Так все сказали, что я даже не знаю, что еще давали. Спасибо всем, кто пожелал в генерике, в этом участии. Спасибо вам, что вам спал. Спасибо вам за то, что вы меня поддерживаете. Ну, а я, гости, пожалуйста, смотрите. Спасибо. Как песня поется. Как здорово все вы здесь сегодня собрались. Спасибо. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok